О поддержке малого бизнеса в России говорят вот уже несколько лет. Однако, согласно статистике, его доля в ВВП страны не так велика. Всего 20%. Правительство ставит задачу увеличить цифру до 40%. Для этого разрабатываются различные меры поддержки, но насколько они эффективны и что нужно сделать, чтобы количество субъектов малого бизнеса росло, обсуждали на одном из заседаний ВЭФ. Организатором дискуссии выступил Сбербанк. Модератором стал сам Герман Греев. Он обратил внимание участников на то, что государственная поддержка помогает бизнесу только на первых порах. Между тем, помогать нужно и развивающимся предприятиям. Когда у предпринимателей заканчивается такая массивная государственная поддержка, налоговый режим и так далее, они попадают в руки государственных администраторов. И там возникает огромное количество проблем. 3,3 года – это средний срок существования малых предпринимателей у нас сегодня. Только 3,3% существует свыше трех лет. И это, конечно, все это вместе собирается в такую картинку, на которую нужно, конечно, дать ответ, наверное, в первую очередь на федеральном уровне. Председатель Организации опоры России четко сегментировал критерии размеров бизнеса. И если микробизнес в последние годы дышит свободно, то малому выживать в сегодняшних реалиях непросто. Эти люди наоборот говорят, нам стало сложнее. У нас нет осознанной государственной политики по растущему бизнесу. Как только ты уходишь со специальных налоговых режимов, то есть покидаешь среднюю школу, можно так сказать, то на тебя сразу проверки у тебя по налогам в 10 раз больше. Также спикер напомнил о проблемах дальневосточного бизнеса в доступе к финансовым ресурсам, отметил падение покупательского спроса и высокую долю теневого бизнеса. Сбербанк, как один из крупнейших участников банковского сектора, ведет ежедневную работу с бизнесменами, создает для них новые продукты и облегчает условия для получения финансов. Так, в сентябре по всей стране была запущена новая программа от Сбербанка для небольших компаний и начинающих бизнесменов «Легкий старт». Самая главная инновация, которую Сбербанк объявил сегодня, это новый пакет расчетно-кассового обслуживания «Легкий старт», в котором ноль за открытие счета, ноль за ежемесячное его введение, ноль за платежи внутри системы Сбербанка и ноль за первый год обслуживания корпоративной карты. Мы посчитали, что этот пакет сэкономит предпринимателю 26 тысяч рублей в год. И мы уверены, что это станет мощным стимулом для развития предпринимательства в нашей стране. В ходе дискуссии участники сошлись во мнении, повысить долю малого и среднего бизнеса ВВП страны, возможно, лишь создав культуру предпринимательства и разрушив барьеры перед бизнес-инициативами в регионах. Катерина Матвеева, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.